Здравствуйте дорогие друзья! Представляю вашему вниманию свой личный топ 2D рыбалок на ПК. Это сугубо мое мнение, и если вам он не нравится, то составляйте свой. Места были распределены по моему опыту игры, в результате чего был сделан анализ каждого проекта и составлен топ. 6 место. Самое последнее место в топе, но не самое последнее место в моей душе. Занимает русская рыбалка 1.6. Кто помнит начало 2010-х годов, когда эта рыбалка покорила полностью всех, в нее играли на ПК, все у кого тянул комп. У меня как раз и не тянул. Это была огромная досада, и я ездил к другу на автобусе через весь поселок, только ради именно нее. После игры примерно в пару часов нужно было ехать домой, а так не хотелось. Именно эта рыбалка осталась в моих воспоминаниях навсегда. О сне и частичка моего детства. Как мы собирались и обсуждали кто на что ловит, у кого какие снасти, какие деньги он заработал, какое место в турнире взял. Да, она не проработана, много багов, коряво нарисованы 2D-картинки, но зато она положила начало всех рыбалок. Заслужена, с полной уверенностью и без граммы сомнения отдаю ей 6 место. Пятое место. Рыбалка, которая нарисована в стиле мультика, под названием «На рыбалку». Зацепила именно меня. Она своим стилем рисовки. Не могу конкретно объяснить, что в нем такого, но именно из-за него и своей милишной атмосферы она попала в этот топ. Отлично можно играть с друзьями, отправлять друг другу подарки, хвастаться уловом, многое другое, соперничать в рекордах, ставить сети, участие в турнирах, точно так же есть прокачка персонажей и многое другое. Теплая атмосфера игры и приятная компания. Из минусов только могу отметить донат, который немного душит игрока. В принципе везде так. Так что играть можно. Четвертое место. Почти попавшая в топ-3 всеми известная и горячо любимая русская рыбалка 3.99. Отличный проект, много интересного, даже есть уникальный контент, которого нет ни в одной из рыбалок, к примеру руны или отвары. Хорошая игра, средний контингент игроков, в основном взрослые. Играть можно. Четвертое место из-за доната. Когда вы приходите с работы, задолбаны и хотите расслабиться в своей игре, но вы заходите туда и думаете, а что мне сделать? Лягушку половить для продажи наживки или угря, чтобы потом продать икру? Может на отвары засесть? А нет, для ухи надо половить плотвы. Это тоже ж деньги. Черт, уже месяц играю, хочется рыбу-то крупную половить, а то до сих пор ее в глазах не видел. А в садке вообще ничего ей не шевелится. Ах да, удочек нет, твою мать! Значит опять плотва. Идете вы с кислой миной на лице долбить какую-то плотву на начальной локации. Где тут расслабление и где удовольствие? Плюс ежемесячная плата в размере 50 рублей. Но донат очень сильно душит, но это как по моему мнению. Практически за все время игры не получал удовольствие от ловля. Просто тупой гринд. Одного вида рыбы или нескольких видов рыб, но гринд. Понимаете, вы сидите и долбите одну и ту же рыбу. Либо плотву, либо угря, либо лягушку, или бочки. Но это гринд. И это скучно. Бронзовое место взяла у нас игра под названием... Внимание! Русская рыбалка от форума Installation Soft. Да, это та же самая русская рыбалка, но только от создателей форума Installation. Офлайн рыбалка. Кто-то скажет, что? Фу, офлайн! Но зато в ней огромная куча рыб, локаций, баз и многого другого. Например, вы можете создать свой пруд, сделав несколько снимков на свой старый Сименс, канавы полной воды у своих соседей, или лужи во дворе после дождя, в разных ракурсах, чик-чик, назвать этот пруд Оазис и запустить туда лабанкирского черта, и наслаждаться отличной ловлей. Согласен, что быстро может надоесть, нет общения, онлайна, драйва соревнований, какого-то соперничества и так далее. Зато можно получить удовольствие в исследовании всех водоемов и локаций, находить какие-то виды рыб, вылавливать их, находить к ним подход в ловле и так далее. Единственный минус только нет. Серебряный призер нашего топа – это проект «Наша рыбалка». Когда я наткнулся на эту игру, она меня завлекла, и даже сейчас подписчики просят ее поснимать. Игра достойна серебра. Есть анимация воды, течения, которая сносит поплавок и леску в сторону, или гонит его к берегу, меняя глубину. Из-за этого различная рыба перестает клевать, за этим нужно следить. Очень хорошо проработан баланс и поведение рыбы, что очень важно. Тоже оффлайн рыбалка – это единственный минус. А так отличная игра для отдыха, души и релаксации. Играйте и наслаждайтесь. Главное – получение удовольствия, а оффлайн или онлайн – это уже второстепенно. Если вы хотите отдыха, никуда не спеша половить рыбу и наслаждаться процессом ловли, то игра определена для вас. Скачивайте, заходите и играйте. Я вас уверяю, данный проект не оставит вас равнодушным. И первое место. Финалист. Забирает у нас игра Fantastic Fishing. Чувствую, мне в лицо полетели гнилые помидоры. И люди уже пишут гневный комментарий в ютубе, что топ говно. Но я вам поясню. В этой игре есть всё. Просто абсолютно всё. Анимация воды, погодные условия, огромная куча рыбы, давление, наживки. А ещё она заточена под РПГ. Вашего персонажа можно и одеть, прокачать, купить ему кучу инвентаря и всего-всего-всего. Куча квестов, очень много ивентов, подарков, призов. И самое важное, она онлайн. Есть донат. Тоже, конечно, поддушивает. И играть намного легче, когда ваши денюжки греют карманы разработчиков. Зато именно из-за таких людей мы имеем очень приличный проект, в котором онлайн всегда более 1 тысячи человек. Вдумайтесь. Я считаю, что это очень неплохо для 2D рыбалки. Минусы. Рюкзак очень мал в начале игры. И не хватает места. И вам нужно копить на него деньги. Это вот самая большая проблема. А также нож, который режет наживку. Тоже стоит недешево. Но все можно купить и заработать игровым путем. Просто долговато и монотонно. А также не сразу. Придется посидеть. Можно очень многое про нее говорить. Но если вы желаете играть, общаться, не спеша развиваться, ловить для души, делать кучу достижений, участвовать в акциях. Ведь призы для каждого индивидуальны. И вы точно не останетесь без приза. И вам совершенно наплевать, кто купил себе нож за 10 тысяч. Кто купил удочку или рюкзак там за 40 тысяч. Это я утрирую. Вы не гонитесь за топами. А просто наслаждайтесь самим процессом ловли в окружении хорошего контингента людей и общаетесь с ними. То эта игра точно для вас. Заходите, рубите в свое удовольствие и наслаждайтесь игрой и процессом ловли. В данном топе нет плохих проектов. Я старался отобрать самое лучшее, основываясь на своем игровом опыте и личных эмоциях во время игрового процесса. Если вы считаете, что данное время на составление этого топа было не зря, то поделитесь видео со своими друзьями. В любой из соц. сетей этим вы помогаете мне выпускать качественный контент. А если прям вообще понравилось и вы в восторге, то лайкайте, подписывайтесь и естественно бахайте в колокольчик. А кто думает, что топ говно, ставьте дизлайк. Весь топ был построен лично на моем игровом опыте и моем мнении. Ваше мнение может быть другое.